В Югре проходит первый международный фестиваль креативных индустрий. Это понятие охватывает много направлений. Дизайн, телевидение, музыка, искусство, наука и IT-сфера. В общем, все, что связано с интеллектуальной деятельностью человека. Нашу руку первым в стране принял закон о креативных индустриях. Задумываются в регионе и о создании особой экономической зоны для развития этого несырьевого сектора. В ходе ежегодной пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что в настоящее время специалисты занимаются оценкой состояния творческой отрасли. Хотим получить как можно больше данных для характеристики текущего момента, чтобы понять наиболее эффективные варианты направления развития. Я бы на первом этапе не сочиняла велосипед, а в формате уже принятых правил в отношении других видов деятельности, создания особых экономических зон, использовала их и разложила на креативные индустрии. Сегодня в этой сфере в Югре работают 7 тысяч организаций, около 14 тысяч человек. По оценке специалистов, за прошлый год им удалось заработать больше 40 миллиардов рублей. В округе оказывается грантовая помощь некоммерческим проектам, в том числе по созданию фильмов. Со следующего года вводится грант губернатора в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. С общим фондом 50 миллионов рублей. Поддержкой и развитием экономики, знаний в Югре займутся арт-резиденции. Две из них уже работают в Нижневартовске и Сургутте, а скоро их откроют в Нягоне и Ханты-Мансийске. К слову, именно эти города стали основными площадками для проведения международного фестиваля «Криометрия». Его программа насчитывает больше 30 различных мероприятий.